привет друзья с вами людмила модель и мы продолжаем с вами говорить о колокациях ну что же мы с вами уже поговорили о том что такое колокации какие типы колокации бывают мы с вами выяснили что колокации учить нужно мы поговорили о том зачем и почему и почему так важно учить колокации более того мы с вами уже разобрали несколько колокаций с супер частотными глаголами to do to make to say to tell я надеюсь что вы попрактиковались я надеюсь что вы построили свои истории с этими колокациями и сделали их что называется своими потому что это очень важно ну а мы с вами сегодня переходим к другому глаголу который нереально важен невероятно важен это глагол have и соответственно мы сегодня разберем частотные колокации с глаголом have я уверена что некоторые из них вы знаете может быть даже все знаете но вопрос в том насколько часто и правильно вы употребляете эти колокации в речи поэтому посмотрите на них вот сквозь и эту призму и первая колокация супер простая супер понятная хорошо проводить время на самом деле вот эта колокация очень часто используется как пожелание хорошо проведи время кто-то едет в отпуск кто-то идет на вечеринку еще куда-то хорошо проведи время еще мы можем сказать have fun да повеселись там затем опять же эту колокацию можно использовать не только в повелительном наклонении а можно использовать ее когда вы строите свои как бы рассказываете о чем-то повествуйте и говорите что вот мы ездили туда-то делали то-то мы прекрасно провели время можем сказать we had a good time we had a wonderful time we had a great time то есть прилагательные мы можем менять но самая база we had a good time have a good time вот хорошо провести время have fun то же самое повеселиться следующая из этого же разряда развлечений have a party have a birthday party устроить вечеринку до устроить вечеринку вот обратите внимание фраза простая но тем не менее студенты порой в русском при переводе да когда начинают говорить они сталкиваются со словом устроить так устроить вечеринку и они тут думают какой же глагол что это за глагол такой устроить а еще лучше лезут словарь и забивают устроить глагол и там выдается вот такой список глаголов а это всего лишь колокация это всего лишь have a party и если вы ее не знаете полезете в дебри потеряете кучу времени понапрасну а если знаете то на ходу легко и быстро скажите именно так как говорят носители языка они еще говорят и патри закатите вечеринку да ну сегодня глагол хэв хэв патри следующее хэв лук от самки хэв лук от самки это взглянуть на что-то хэв лук от смей посмотри на меня хэв лук от хим а посмотри на него да вот таким вот образом следующее хэв проблем иметь проблему меня была проблема у меня была проблема например я ее решил хэв проблэм птн ай мэрич ты солдис проблэм for example то есть хэд хэв проблэм иметь проблему до столкнуться с какой-то проблемой и еще одна коллокация из этой же серии have a rest have a rest отдохнуть можем опять же дать кому-то совет вот эти коллокации с хэв очень хорошо работают именно в прямой речи на повелительное наклонение have a rest отдохни you look tired have a rest отдохни ты выглядишь уставшим и отдельно давайте посмотрим на коллокации которые вам давно и хорошо известны и мы их немножко освежим в памяти обещал и хэв бас это базовые коллокации хэв шоу и принимать душ хэв шоу и хэв бас это принимать ванну в американском варианте который все больше распространяется сейчас используется глагол тейк и так и так можно какой вариант вам ближе такой используете например when i was having a shower the phone rang когда я принимал душ например зазвонил телефон she usually has a bath in the evening она обычно принимает ванну вечером вот такие коллокации следующий блок это коллокации с про приемы пищи have breakfast have lunch have dinner обратите внимание вот на что что эти коллокации переводится целиком как глагол have breakfast переводится как завтракать то есть здесь нет никаких артиклей ничего то есть это именно готовое устойчивое выражение без артикля have breakfast нужно это запомнить have breakfast have lunch have dinner именно с этими словами никаких артиклей нет например i have just had lunch with john я только что пообедал с джоном например i have just had this perfect i have just had lunch i got up had a shower and had breakfast да я встал принял душ и позавтракал джордж was having dinner when the phone rang да джордж ужинал сейчас дина это уже считается вечерний да самый большой прием пищи есть как правило вечером люди ужинают да и вот как раз такое предложение возможно джордж was having dinner when the phone rang обратите внимание и запомните что have breakfast have lunch have dinner используется без артикля и нужно запоминать их именно в такой форме и еще одна коллокация которая очень часто встречается в языке я ее часто слышу от носителей носители в общении с носителями она без конца звучит have difficulty doing something то есть когда трудно что-то делать буквально например six months after the accident he still has difficulty walking да то есть спустя шесть месяцев после аварии ему все еще трудно ходить обратите внимание на перевод трудно делать что-то и азды фигал дейлоки а дальше идет обязательно глагол с инговым с инговым окончанием has difficulty walking he has difficulty i don't know talking или he has difficulty understanding native speakers ему трудно понимать носителей с трудом понимать носителей языка вот такая вот интересная коллокация с difficulty вот такие вот коллокации супер простые супер понятные они реально очень важны в речи абсолютно каждого студента и какими бы простыми они вам не казались я рекомендую вам прямо сейчас построить свои предложения с этими коллокациями а лучше всего взять и за записать может быть построить какую-то простую историю с этими коллокациями я уверена что у вас получится здорово особенно с счетом того что мы с вами уже изучили коллокации с глаголами to do to make to tell to say и история уже получится довольно таки богатой и интересной работайте друзья практикуйтесь ну а в следующем заключительном видео из этой серии мы разберем с вами коллокации с глаголом take их тоже очень много это супер продуктивный глагол в плане коллокаций поэтому обязательно следите за видео следите за рассылкой увидимся услышимся до встречи всем пока